Люди, которые растут с нарциссическими родителями, искаженным образом формируют представление о реальности, потому что, очевидно, другой реальности они не знают. Требуется сложная психологическая работа, процесс формирования личности у ребенка ломается, неуверенность в себе, чувство вины, страх разочаровать окружающих, склонность угождать и ублажать. Какие же стратегии и коммуникации подойдут для токсичных родителей, рассмотрим в этом видео. Нам по жизни встречаются разные люди с самыми разными психологическими травмами, особенностями и отклонениями. И среди нас есть те, кому повезло меньше всего, а они познакомились с такими людьми слишком рано, потому что первым в их жизни абьюзером была их мать. Для начала давайте установим, каких родителей можно считать токсичными. Если вы вчера поругались с матерью, не спешите записывать ее в абьюзеры. Очевидно, что нет универсальной инструкции, как быть хорошим родителем или абьюзером. Если в прошлом веке у нас на первом месте стояло обеспечение естественных потребностей ребенка, то есть накормить, обуть, одеть, то с точки зрения психологии на первом месте стоит обеспечение родителям эмоциональных потребностей. Для ребенка родитель все-таки занимает фигуру первого авторитета. Это способствует тому, что установки взрослого находят свое продолжение в детском восприятии. А в том случае, когда родитель сам нестабилен или даже страдает психическим расстройством, процесс формирования личности у ребенка ломается. В этом случае у него будет два пути развития. Ребенок либо будет копировать поведение родителя, либо будет считать себя виноватым, будет стремиться угодить, предугадать поведение взрослого, испытывая постоянное напряжение. Как правило, токсичный родитель проявляет известные паттерны нарциссизма. Это отсутствие эмпатии, эгоцентризм, высокомерие, бесконтрольная ярость, грандиозность и глубокое чувство вседозволенности. Это среда, в которой родитель постоянно ставит свои потребности на первое место и лишь потом потребности всех остальных, включая детей. Своим поведением родители причиняют собственному ребенку как физический, так и эмоциональный вред. И речь идет не только о несовершеннолетних детях. Даже когда ребенок взрослеет, съезжает, живет самостоятельную жизнь, многие родители продолжают взаимодействовать с ним привычным способом в зависимости от типа токсичного поведения. В то же время такие родители, как правило, сами же страдают от невозможности выстроить адекватные доверительные связи со своими детьми, поэтому оказываются в повторяющемся цикле деструктивного поведения. Формируясь в таких условиях, ребенку зачастую прививаются такие качества, как неуверенность в себе, чувство вины, страх разочаровать окружающих и склонность угождать и ублажать. То есть дети токсичных родителей, наоборот, готовы ставить на первое место интересы и потребности кого угодно, кроме себя. Как правило, дети токсичных родителей склонны во взрослой жизни выбирать партнеров нарциссическим расстройством, потому что для них такой паттерн поведения наиболее знаком и понятен, а потому кажется безопасным. Термин «токсичные отношения» применим не только к детско-родительским сценариям. Это формат взаимодействия между людьми, когда психическое, психологическое или физическое благополучие подвергается опасности. Однако токсичное поведение не всегда мотивировано корыстными целями. Оно может возникать из самых добрых побуждений, например, если родитель слишком вовлечен в тонкости личной жизни ребенка и пытается их контролировать, потому что не хочет, чтобы случилось что-то плохое. Явная черта токсичного поведения со стороны родителей – это систематическое нарушение личных границ. Часто у ребенка, выросшего в токсичной среде, понятия личных границ очень размыты или вовсе отсутствуют. Такие родители не видят ничего плохого в том, чтобы порыться в вещах своего ребенка, проверить карманы, посмотреть личные переписки в телефоне. Они обычно оправдывают это заботой, безопасностью, однако это ненормально. Они часто создают иллюзию выбора в духе «ты хочешь пойти учиться в медицинский или на юридический», как будто других опций у ребенка нет, а он, может быть, хотел изучать языки или посвятить себя искусству. Иногда могут просто ставить ультиматумы со словами «ты сделаешь так, как мы говорим, потому что мы твои родители, и нам лучше знать», опять прикрывая это тем, что они заботятся и переживают. В любом возрасте вы можете слышать от своих родителей критику и сравнение себя с другими, и манипуляции чувством вины. Это один из любимых приемов, которые вызывают сильные последствия во взрослом состоянии. Любовь таких родителей все время надо заслужить, из-за чего формируется убеждение в том, что человека никогда не будут любить просто так. Вообще в интернете можно найти полно советов, как общаться с нарциссической матерью, однако большинство из них, наверное, подойдут только в том случае, когда это эпизодическое общение. Если же вам по тем или иным причинам приходится постоянно взаимодействовать с родителями, или, например, вы живете с ними в одном пространстве, ситуация, очевидно, более сложная. Тут нужно понимать, что научиться выстраивать здоровые взаимоотношения, основанные на любви, заботе и понимании, с токсичным человеком практически невозможно. В первую очередь потому, что ему это просто не нужно. Вы для него донор, от которого он подпитывается жизненной энергией и забирает силы. Сохранить себя и свое здоровье не удастся, если вы вынуждены ежедневно или слишком часто контактировать с такими людьми. Для начала надо признать наличие самой проблемы. Само это действие может быть сложным, ведь если отношение с родителями для вас тяжелая тема, и она доставляет вам дискомфорт, вас может преследовать чувство стыда. Постарайтесь донести до себя самого, что наличие проблем в отношениях с родителями не означает, что вы плохой сын или плохая дочь, не любите своих родителей и не цените то, что они для вас сделали. Однако сложившиеся отношения нездоровые, и это нельзя так оставлять. Вы можете пытаться оправдывать своих родителей, это нормально, ребенку всегда будет тяжело объективно оценивать поступки родителей. Вы можете говорить, что отец пьет и дебоширит, потому что много работает и устает, что мать вечно кричит и срывается на вас, потому что переживает за вашу безопасность. Вот только это объяснение очень ограниченное восприятие вашей картины мира. Так что первый сложный шаг, который вам придется сделать, это признать, что ваши родители токсичны. Примите тот факт, что они не изменятся. Если вы хотите сохранить с ними связь, вам надо четко понимать, что они останутся именно такими и скорректируют свое восприятие и поведение в их отношениях. С годами ситуация может разве что усугубиться. Родитель станет более озлобленным, нервным, обострится его чувство брошенности, и он будет требовать от вас внимания и признания его родительских заслуг. Не стоит пытаться исправить своих родителей, примите их и действуйте соответствующим образом. Вас ждет трудный процесс полной сепарации. Вам нужно полностью обеспечить себе финансовую независимость от этих людей, обеспечить себе отдельной жилплощадью, если такая возможность есть. Ради вашего же блага минимизировать общение с родителями, потому что постоянная жизнь бок о бок с людьми, которые давят, манипулируют и выводят на конфликт, не пойдет вам на пользу. И она не станет лучше, если сами родители не осознают этой проблемы и не желают обратиться к специалисту, что, к сожалению, бывает крайне редко. Тут вам останется позаботиться о своем комфорте. Жизнь в ежедневном стрессе чрезмерно истощает нервную систему, ослабляет же ситные функции организма в целом. Это можно сравнить с тем, как если бы человек получал ежедневные дозы яда или губительного радиоактивного излучения. Если вы решили оставить их в своей жизни, снизьте ожидания. Это не значит, что вас никогда не постигнет разочарование или боль, но, по крайней мере, вас не застигнут врасплох. Отчасти речь идет о принятии. Многие люди пытаются смириться или принять тот факт, что их родители сделали все, что смогли, с учетом обстоятельств. Но это не значит, что нужно и дальше терпеть их неадекватное поведение. Установите личные границы. Это может стать одним из самых тяжелых этапов, ведь человек, выросший в токсичной среде, просто не знает, как должны выглядеть его личные границы. Но в токсичной среде это единственный способ выжить. Потребуется целый ряд мер. Ограничение продолжительности телефонных разговоров, установление определенных часов для звонков, запрет на обсуждение определенных тем. Думайте о самосохранении. Не позволяйте родителям вторгаться в особо щепетильные для вас темы, особенно если знаете, что все еще можете быть восприимчивы к их критике. Это также может усложниться необходимостью принимать трудные решения, например, не пускать токсичных родителей на определенные мероприятия, потому что вы знаете, что они могут все испортить. Вам стоит, наконец, поставить свои потребности и собственный комфорт на первое место, а не пытаться всеми силами услужить родителям. Я бы советовал вам очень внимательно присмотреться к паттернам собственного поведения и том, как они отражаются на вашей жизни сейчас. Как мы уже говорили ранее, люди, выросшие с токсичными родителями, имеют склонность выбирать партнеров с подобным паттерном поведения, в то время как более любящие и эмпатичные партнеры кажутся им скучными. В таком искаженном восприятии вы будете более терпеливо относиться к жестокому начальнику или приближительному другу в своем окружении, потому что такая модель поведения, опять же, за счет искажения воспринимается вами как норма. Вам придется проделать долгую и сложную работу, чтобы отпустить из жизни старые сценарии, и тут самым эффективным способом все же будет работа с психологом. Не бойтесь обращаться за помощью к специалисту, он реально может вам помочь. Вам обязательно нужно посмотреть на себя со стороны, изучить свои способы реагирования и изучить методы и техники работы по защите своих собственных интересов, по охране своих собственных личных границ и границ своей собственной семьи и своей собственной жизни. Надеюсь, эти советы и рекомендации помогут вам найти себя и выстроить свою собственную жизнь. Удачи вам!